Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники, Олха, у нас 11 день и 50 миллионов древесины, я забираюсь, при великим удовольствии. Так, что у нас дальше? А дальше у нас посмотрим... Ага, прикинь, события уже даже есть, подготовка, двойная служба. Слушай, замечательно, как раз мы сегодня это и будем проходить. Шикарно. Так, ну сначала забираем награды. Так, три непонятно чего, заколки скорее всего это, да? Опа, яйцо, ну это по-моему знакомое, знакомое яйцо, мы такое уже по-моему получали, давай посмотрим. Оу, сладкая смерть, слушай, а у меня сладкая смерть вообще есть? Не каждому по силам противостоять соблазну сладкой смерти. Если на Олухе появилась сладкая смерть, нужно будет предупредить всех викингов держаться от нее подальше, может некоторые из них и послушаются. Так, что у нас тут плевака задумал? Эй, плевака, знаешь чего не хватает на Олухе? Городской площади, где викинги и драконы могли бы вместе собираться. Драконы не помещаются в зале совета. Хм, отличная идея, викинг, вот теперь ты действительно рассуждаешь как вождь. А мне ты зачем об этом говоришь? Ну, кто-то же должен ее построить. Восхитительно, и почему у нас раньше таких не было? Разместите на Олухе, так, площадь мы сделали, три миллиона рыбы забираем. Плевака. Ты почему так вкалываешь? Я же кузнец, викинг, это моя работа. Не тогда, когда вождь дает тебе прямой приказ. Возьми перерыв. Слушайся, господин большой вождь, но берегись. Если будешь таким благоразумным вождем, то тебя еще и полюбят. Эрит, а как ты находил Драго, когда на него работал? Хм, в этом вся суть, Драго. Его невозможно найти, пока он сам этого не захочет. А если он тебя ищет, то лучше залечь на дно и не отсвечивать. Хм, спасибо, Эрит. Похоже, у тебя всегда полно сведений, которые мне не нужны. Рад помочь. Старый добрый Драго. Человек, с которым никто не хочет встретиться. Но которого я постоянно ищу. Вперед, приятель. Так, поищите грозу морей. Да я же уже вроде искал. И поищите сладкую смерть. Вечно древи. Зашибись задание. По-моему, уже по повтору пошло. Так, ладно. Не будем на это отвлекаться. Пара барсы и вепри. Так, пускай идут дальше прокачиваться. Ммм, ветрокрыл. Давай-ка мы тебя отправим за железом. Лети. Водорез. Пускай добывает древесину. Так же, как и наш мелкий громоль. А эти что, партизаны тут у нас стоят? Просто так. Ну-ка, что нам тут выпадет? Шлем. Ну, на самом деле, выпадет, наверное, тусклый янтарь. Почему-то, мне кажется. Да ладно, шлем, что ли? Ммм, спасибо. Так, ну что, отправить его, может быть, с ногл ток? А, у меня не хватит, да? Остров изгоев. Пускай летит туда. Так, здесь выбираем берег и бесплатно. Дальше. Барсик. Что у нас тут? Поиск башни. Бесплатно. И здесь мы посмотрим, что нам выпадет. Но здесь уж по-любасику тусклый янтарь, потому что их две штуки здесь. Вряд ли нам. Да ладно, руны, что ли? Четыре штучки. Да, не так, конечно, много, как хотелось бы. Ну, да ладно. Отправим его в приключения. Опять же, в драконий край. Пускай летит и наслаждается. Костолом. За древесиной. Древоруб. За древесиной. А беззубик это? Куда мы с тобой отправим? Слушай, беззубик на самом-то деле нужно нам отправить в обучение, но у нас не хватает древесины. Слишком дорого. Стоит он. Четыреста лямов. Так, этих за дровами. Этого за рыбой. Кстати, он тоже может нам находить два железа уже. Шестнадцать миллионов рыбы. Ты представляешь, что он добывает? Так, пускай летит дальше. Этих тоже за дровами. Так, а кто у нас там прокачивается? Брюхоглот. Ну что же, пускай дальше летит, повышает уровень. Здесь у нас еще вот этот есть, да? Шипотень. Пускай тоже летит. Прокачивается. Дальше. Что-то там засел. Типа я тебя не вижу, что ли? Спрятался он от меня. Видите, тут одинокие бродят, ходят. Барсик. Точнее, это не Барсик. Это у нас кошмарный пристеголов. Так, модифик рылка. Иди дальше. Тренируйся. Сколько нам не хватает железа? Три. Три железа нам не хватает для того, чтобы мы могли с тобой построить домик плеваки. И у нас появился бы плевака. Бывал лорд. По-моему, тоже его надо отправить на обучение. Пускай летит. Так, здесь заберем древесинку. Здесь тоже древесину. И места у нас больше с тобой на прокачке здесь нет. Ну что. Всех вроде бы озадачил. Естественно, сейчас мы с тобой заберем здесь награды. Отправим их. Дальше на поиски. Подожди-ка, а что у нас? Блин, неужели я его забыл отправить? Да, скорее всего, я его забыл отправить в прошлый раз. Ну что, тогда открываем с тобой бесплатно пак. И смотрим, что нам здесь выпадет. Выпадает нам шторморез, кревет, ловарык. Ну и немножко ресурсов. Так, здесь обмен у нас, видимо, прошел. Да, два блестящего винтаря мы с тобой получаем. И... И все. Пока не сможем поставить ничего на замену. Здесь у нас что? 30 склянок заберем. Плюс еще 50. Так, и в общей сложности 150 плюс 30, 180 склянок, да? Плюс, надеюсь, мы с тобой за события тоже получим склянки. Так, ну что, давай потихоньку начинать. Заодно и посмотрим, что у нас тут. Склянок вообще не будет, друзья. Будут только руны. Будут руны. Будет янтарь. Будет пак. И еще один ареновский пак. Ну что, давай смотреть, кто у нас тут. Против нас будет выступать. Событие это будет очень коротенькое. Поэтому за одну заходку мы с тобой сегодня его и одолеем. Так, древоруб плюс громобой. Начнем с древоруба. Поехали. Так, они зеленые. Это стражи. Стражей так легко не пробить. Будем хитрость убрать. Окей. Ну что ж ты, Барсик, не смог пробить, а? Надо было бы тебе, конечно, бомбануть хорошенько. И все было бы окей. Так, ну что, громобой. Сколько здесь, кстати, волн? Две. Две волны. Это у нас последняя. Точнее, что я говорю. Это последний дракон у нас. И потом будет последняя волна. Так. Эх, чуть-чуть не хватило критануть, да? Чтобы добить его. Ну ладно, ничего страшного. Что-то он как-то слабенько бьет, если честно. А здесь у нас с тобой два злобных змеевика. Поехали. Так, 15 уровня. Давай-ка мы, наверное, с тобой так вот сделаем. Заодно и хильнемся. Е-мое, чуть-чуть не хватило. Почти убили. Там осталось. Даже не видно, ребята, у него полоски жизни. Смотрите. Тютелька в тютельку. Так, здесь, наверное, опять же хильнемся. Укусик. Злобный змеевик. Оу-оу-оу-оу-оу. Смотри, что творит. Ну-ка. Пробили. Ну что, первая победа как-никак. Крутим колесо. И выпадает нам 25 миллионов рыбы. Ну что ж, хорошо. Забираем с тобой сразу пак. Следующий поединок у нас будет за 1000 тусклого янтаря. Так, это все у нас идет на почту. А мы продолжаем. Ну что, получаем 1000 тусклого янтаря. Потом получаем 100 рун. Как-то так. Ох ты. Душитель плюс смерть. Крылатая. С кого начнем? Наверное, с душителя все-таки, да? Промокнулся. В ответочку сразу. Сразу без промедления. Так, это точно у нас смерть? Это не хофер? Нет, по-моему, это все-таки крылатая смерть. Только уже титан. Потому что, когда обычная, она синяя. Так, что там? Ох, йо. Ты глянь-ка, что делает, а? Замедлила. Атаку понизила. Полный комплект, да? Для истребления, так сказать, драконов. Так, пробить. Проверим. Ну что, вторая волна. Смотрим, кто у нас тут. Громоль. Начнем. Ну, я начну и, пожалуй, вот с этого лучше. Надо с него. Знаю я его выкрутасы. Да что ж такое-то, Кривоклык. Ты что-то сегодня как-то не особо гораздо критовать. Точнее, он критует, но он не может добить. Давай-ка сюда, наверное, ударим. Плюс вот так вот сделаем. И кусь-кусь. Что он там сейчас будет? Окей. Я тебя понял. Давай понизим броню. И добьем. Отлично. Крутим и забираем с тобой древесину. 25 миллионов. Нормуль. Так, забираем тысячу тусклого янтаря. Сразу потом закинем в переработку. И у нас проходящий поединок. Потом будет, кстати, мини-боссик. А потом уже и сам главный босс. Так что не расслабляемся. Так, я вижу кревет и... Пристеголовый. Ага. Так. Как бы я плохо не относился к кревету, я все-таки начну вот с этого. Потому что я прекрасно знаю его на и фокусы с фаерболами. Хотя этот электрический тоже не подарок нам. Даже и не знаю. Но все-таки я его... Его легче добить. Так. Этот сейчас понижает атаку. Мы с тобой делаем вот таким образом. Отхиливаемся одновременно. И... Бомбим. Так, ну что. Тут остается, наверное, только лишь кусануть. И, скорее всего, кританешь шторморез. Ай-яй-яй. У него, конечно, с критами очень плохо все идет. Именно у штормореза. Хотя не кривоклык. Так, их уже здесь трое. Вот этого вот по достоинству можно назвать шторморез. Потому что, действительно, у него электрические разряды. Все как у шторма, да? О-хо-хо-хо-хо. Тебя-то тут только не хватало, парнишка. Со своими фейерболами. Явился, не запалился. Так, ты-то что будешь делать? Смотри, смотри, что они начинают вытворять. Ребята, они хотят мне уничтожить... Штормореза. И у них это получится. Поверь мне. Получилось. Так, а мы с тобой, наверное, сейчас уничтожим... Клыка криво, да? А уже потом начнем бомбить скалу. Естественно, слепоту на него положим, чтобы он тут не выпендривался слишком сильно. Поехали. Так, теперь укус. Сейчас он будет делать промахивающий удар. Окей. Мы продолжаем. Опять укус. И следующий удар будет для него смертельным. Я думаю, что наш барсик, в принципе, добьет. Красавчик. Ну, а мы, как обычно, крутим колесо и смотрим, что нам выпадает. А нам выпадает с тобой необычный пак. Это очень круто. Так, и зарабатываем с тобой 100 рун. Дальше у нас поединок с мини-босиком. И я лично готов. Не знаю, как ты. Я думаю, что тоже готов. Погнали. У меня аж руки чешутся. Посмотреть, что же здесь за мини-босик будет. Так, ну что. Громорок. Злобный змеевик. Плюс древоруб. Вот так они начали, да? У-ху-ху. Такая ничтожная атака. Давай, наверное, сюда тогда укус сделаем. Сюда. Так, громорок. Все. Они, короче, взялись плотненько, да? Я так понимаю, за кривоклыка, за моего. Блин, мы не должны его потерять с тобой. Вообще никаким образом. Потому что впереди еще будет мини-босс. Так, давай, наверное, мы добьем. Так, громорок. Что будет делать? Окей. Понижает. Все с пониженной атакой у нас. Все. Кроме барсика, да? Слушай, мы можем... Да, мы можем его шлепнуть. Окей. Сейчас будет массовая атака, судя по всему. Хм. Не стал делать. Почему? Не знаю. Но мы с тобой можем хильнуться. Блин, да что ж такой слабый отхил-то, а? Точнее, не отхил, а слабая атака. А давай, наверное, просто кусанем его здесь. Вот сейчас, скорее всего, зарядит. Масухой. Очень интересно. Так, добиваем тогда. Ох, ё-моё. Парящий прихвостень, да, здесь у нас? С собственной персоной. Как тут лучше, блин, сделать-то? Давай, наверное, все-таки вот так. Штормореза, да? Не взлюбили. Причем все. Так, я, наверное, водореза в первую очередь попробую сейчас уничтожить. Вот так. Нет. Очередная подлянка от игры. Я думаю, что ты догадался, в чем она заключается. Естественно, в том, что во время поединка опять был вылет. И мне опять придется докупать одну энергию, чтобы пройти. Это как специально. Я заметил, это вот как специально все делается. Для того, чтобы ты обязательно потратил руны. Я офигею. Даже на таком коротком событии надо было вот так вот мне навредить. Так, ладно, что у нас тут происходит? Они опять начинают моего кривоклыка бомбить. Нет, этот по-прежнему немножко туда, да? Все-таки в штормореза больше склонен уничтожать. Угу. Смотри, как их... Разыграют как по нотам. Давай сюда на укусы сделаем. Опа. Не делал тогда массовые атаки. Сейчас решил сделать, да? Не дай бог добьет он мне. Моего братана. Это будет печаль. Блин, это будет очень большая печаль. Так, как же тут сделать-то? Почему у нас такая атака слабая? Вроде не понижено ничего, да? Так, это что сейчас будет? Трындец, ковычи. Хиляемся. Хиляемся. Уничтожаем этого охламона. Древоруб сейчас будет, по-моему, дышать огнем. Не упустит он такого момента. Ха. Нет, ребят, упустил. Он упустил свой момент, и мы его добиваем. Так, кто у нас тут? А, все, я вспомнил. Я вспомнил. Начнем все-таки с водореза. Начнем с водореза. Этому специально, ребят, я понизил броню. Потому что сейчас будем с тобой отхиливаться. Массово причем. Ой-ой-ой. Так, удар. Теперь сюда. И массовый отхил. Отлично. Твою налево. Ну, куда ты вот лезешь, а? Распетрушат, да? Все-таки мне штормореза. Вот уж лепки. Так, этого уничтожаем. Молодец, Барсик. Красавчик. Все-таки вывел его, да? Так, ну что, тройной удар. По-моему, тебе все. Крышка. Здесь ты ничего не сделаешь. Энергии у тебя недостаточно, чтобы нам сделать массовую атаку. Отравление ядом. Ты еще и промахиваешься. Ко всему прочему. Короче, крышка тебе. Замечательно. И достается нам 175 миллионов рыбы. Окей. Ну что, последний поединок у нас с тобой. Это с Босяцким. Да, придется восстанавливать. 65 рун приходится тратить для того, чтобы восстановить себе одну энергию. Вот так вот. Ну, здесь у нас даже не мини-босик. А, нет, мини-босик есть. Есть один. Ну, начнем, наверное, все-таки с шепота смерти. Начнем именно с него. Потому что он все-таки... Блин, он изжарит-то не кисло. Так. Пробей. Есть. Скрита. Молодец, красавчик. Кританул все-таки. Так, теперь, наверное, будем брать с тобой злобного змеевика в расход. Я не помню, что у него за массовая атака. Вот этого фиолетового штормореза. Ну, вряд ли у него там отхил или еще что-нибудь. Яй-яй. Так, кусаем. Кусаем. Нам нужно залечить свои раны, ребят. Твою, налево. Он еще и броню понижает. Окей. Мы можем, кстати, ослепить... Нет, давай так делаем. Отлично. Да заколебал ты уже бомбить-то по нему. И кто же у нас тут босс? Оу, щет. Так, ну что, бомбит, да? Так, секунду, друзья мои, звонят тут. Так, вот я думаю, стоит ли мне подлечить или как? Наверное, пока не стоит. Или, блин, стоит. Если я его потеряю, будет финиш. Поэтому я все-таки залечу. Сделаем вот так. И добиваем. Так, ну ты-то куда лезешь? Его нужно бомбить, ребята. Он у нас, насколько я помню, балуется огнем, да? Балуется огнем. А вот этот я не помню, что делает. Это у нас сородич ветрокрыла. Кстати, мы же можем с тобой сделать слепоту, в принципе. Зеленый бомбят. А, не получится. Ха, он промахнулся, прикинь. Он просто взял и промахнулся. А если мы ему вот так? Да плюс укусик. Что-то как-то слабо кусаем его, если честно. Так, что он сейчас опять фейербул? Ох ты, ох ты, ох ты, что делай. А мы вот так с тобой. И добивка. Все. Так, сюда. Отвали ты нафиг от меня. Хильнем своих ребятулик. И укус. Мощный, конечно, да? Друзья, мощный. 16 уровня. Зеленый страж. Фиг пробьешь его. Все. Крышка ему. Очередная наша победа. И заключительная. Крутим колесико. И забираем с тобой. Опачки. Ариеновский пак. Прикинь. Какая фортунка сегодня у нас. И плюс здесь тоже забираем с тобой Ариеновский пак. Вообще найсово. Ну что же, открываем и смотрим. Содержит элитных. Шторморез. 11 карточек. Шепот смерти. 11 карточек. Ловарык. Так, пристеголов. Громобой защитник. И кривоклых. Две карточки. Так, ну что, забывай. Так, что у нас тут подписаться. Так, на рынке. Олуха новая акция. Это все понятно. А вот у нас. И. Пак. Да, пускай загадочный. Крылатый ужас. Громль. Парящий прихвостень. Так. И ресурсов. Капелюшка. Давай дальше глядеть. Так, тусклый лентарь забираем. Его, естественно, сейчас будем в переработку уложить. Новый набор карт. Смотрим, что здесь нам выпадет. Так, 125 миллионов рыбы. 35 миллионов древесины. Короче, рыба. Древесина. И опять этот тайфумеранг. Да что ж ты будешь делать? Он в какой раз уже выпадает нам? Третий? Третий раз он выпадает нам из этого пака. Ну и последний. Так, давай. Арена, седьмая. Шторморез. Ужасные чудовища. Кривет. И все. Остается здесь забрать только нам 75 тусклого лентаря. И плюс 30 склянок. 30 склянок. Здесь найти шлем викинга. Запустить на обмен янтарь. Одна штука. Кстати, мы с тобой не заглядывали к этому. К Йохану. Обмен. Отказаться. Так, что он нам тут предлагает? Мне не устраивает его на предложение, если честно. Вот что нам с тобой делать, а? Какое там задание? Кого надо нам поискать? Поищите грозу Марии в бухте. Пускай летит, ищет. Вот так вот сделаем. Так, здесь у нас еще, кстати, пак. Откроем, посмотрим. Кривет. Душитель. И все, что ли? Кривет и душитель. Слабенько. Так, и 5 рун здесь с тобой забрали. Ну что, вроде бы на сегодня все с тобой сделали. Все, что могли. Все, что хотели. Такс. Опа. Новая способность. Как он быстро шипотень. Учится. А, так у него уровень-то, правильно. У него уровень маленький, поэтому шипотень очень быстро сейчас пока будет тренироваться. Так, а нам нужно с тобой, не забывай, три металла. И после этого мы с тобой сможем, кстати, мы же вроде бы можем с тобой пак один купить за руну. Он 30 стоит вроде бы. Ну-ка. Где он у нас? Вот он. Давай возьмем. Авось нам выпадет. Так, металл есть. Все, ребята. Значит, в следующий раз нам ветрокрыл приносит два металла. И мы с тобой открываем нового персонажа, да, получается? Да-да, именно плевака. Надеюсь, я все правильно понимаю, да? Хижина плеваки. Да, пойдем и открываем, и он появляется со своим драконом. Ну что, друзья. А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.